...чем дружина Боневур. Дима, вы знаете, кто такой Боневур, кстати, извините, я не... Хотел бы знать, конечно. Но только после того, как я скажу привет людям, которые проснулись 28-го, все-таки, во вторник, наконец. И судя по новостям вот этим бодрым, которые так присущи НТВ, вот, людям нужно напомнить, что все-таки сегодня 28-й и вторник, судя по новостям про пиво и про, что там, водку, да, было? Да, да, да. Этого будет у нас еще предостаточно. Дима, я, кстати, хотел, знаете, начать, если честно, с названия, вот, не изучая плаваги, вот почему, у вас же такое замечательное имя Виктор. Ой, я думаю, я так надеялся, что вы все-таки об этом скажете, и вы сказали, вы очень предсказываете. Да, это правда. Да, ну, здравствуйте, в прошлом, так скажем, тезка, прекрасное имя Виктора меня также сопровождает, только в гораздо более узких кругах, нежели в широких. То есть вы его по-прежнему используете? Можно мы сегодня с Виктором, я вас буду просто по-другому... Нет, с Виктором не получится, потому что вы с вами познакомились, когда я уже был Димой. Хорошо, а только... Поэтому в закрома моей души вы не залезете. Хорошо. Вы знаете, а Дмитрий Белантович знаменит, друзья мои, 4 миллиона документов я забила в одной поисковой системе, а Джош Клуни 1 миллион. Ого. Это победа. Ну, у нас же страна самая большая в мире, так что вы не понимаете об этом. Дима, более того, у нас не самая большая в мире, а по площади, да, по площади. По территории, конечно, по площади, по проживанию, по количеству жителей, конечно, все уменьшается. Слушайте, а вы же много ездите, если без шуток, по стране. Как вам вообще нравится то, что вы видите за окном? Вы знаете, не всегда, но судя по тому, как проходили наши выпускные, мне кажется, что мы живем в потрясающей стране. Девушки все красавицы. Выпитого или по количеству красивых, это уже, ладно, по количеству дам, по количеству праздных лиц, по количеству вот этого какого-то счастья. И позитива, такие, наконец-таки, льющегося с центральных каналов, что бывает очень редко, мне кажется, что даже очень просто. Мы сделали исключение ради молодежи. Ну, мне было приятно, мое сердце обливалось кровью, заряженной положительно. Блин, вот мы с вами здесь с ним не совпадаем. Донор Донор России сегодня. Я должен, профессия такая, понимаете, нести людям радость. Вот я и несу, сижу здесь. А как, кстати говоря, в ваш выпускной проходил? Логичный вопрос. Знаете, меня как-то все-таки судьба избавила от выпускного, и в первый раз в жизни я все-таки не успел напиться на выпускном, и это было уже на втором курсе Гнесинки. То есть у вас была семилетка, вы ребенок из рабочей семьи. Нет, я ребенок из рабочей семьи, так же, как, наверное, 80% нашего населения. Вот, и выпускного у меня не было, потому что в этот момент я уехал уже поступать в Гнесинку, и, в общем, у меня были подкурсы. Один из классов я закончил, пошел я с шести лет, вот, и все-таки не успел вкусить радости этого празднества. На самом деле... Отдался, так сказать, серьезным шагам. Ведь это был реально серьезный... Вы человек из Карачаева, Черкесии. Родившись там, прожившись там несколько месяцев. А, всего. Дальше вы жили в Москве. Потом я жил в Набережных Челнах, потом в шесть лет я приехал в Кабардино-Балкарию, жил там, в общем... Но в любом случае Кавказ, и вы, насколько я понимаю, пошли против воли родителей и уехали в Москву делать собственную карьеру, покорять столицу. А потом уже... Ну, я не могу сказать, что против. В какой-то момент они все-таки подключились и сказали, окей, давай, мы в тебя верим. И мне это очень сильно... В какой момент и как это все происходило, мы обсудим, и во что это все превратилось, и хорошо ли себя чувствуют родители Димы, которые живут в шикарном особняке в Подмосковье. Видимо, неплохо. Но сейчас о других семейных тайнах. В Москве появились... Кстати говоря, дорогие друзья, если у вас случайно в квартире завалялись вот такие старые фотографии или переписка, не выкидывайте, отдайте мне. Я недавно купил, без шуток, 17-18 год, питерская семья переписывается с родственниками во Франции. Это целый... Замечательная история. Дима, а что собираете вы? А что у вас за мощный скважин, Дмитрий, да? Да, действительно. Подглядываю, да, читать письма, какие-то военные, да, у меня есть друзья тоже иногда почитываю, интересно. Я собираю всякое старье, поверьте, у меня уже этого старья скопилось невероятно много. Ну, я не знаю, мне кажется, оно пока не имеет никакой большой стоимости. Ну, всякое старье, это что? Это что? Да, я просто люблю какие-то старые книги. Ну, не знаю, там, Куртка, Майкель, Джексона, что вы там старьем имеете, что вы имеете в виду? Старьем, ну, старые пластинки, там, например, шаляпинские, да, еще из очень такого сложного материала, да. Натуральный вид, 33 оборотов. Обязательно, вот. Потом, значит, например, какие-то радио старые, какие-то картины тоже попадаются не под руку. С удовольствием, какие-то старые чемоданы 60-х, там, 40-х годов. А поклонники чего вам дарят? В Нью-Йорке, там, например, на блошинке какой-нибудь. Поклонники, они знают, что меня интересует, они очень какие-то трипетные люди, да, я им очень дорожу, и они поэтому тебе дарят то, что тебя интересует всегда. Да, я тоже дорожу своим поклонникам, у меня их три. Ну, ага, у вас. Я четвертая. Я тоже сейчас узнал, что здесь 4 миллиона. 4 миллиона документа, без фотографий, без фотографий, блошкло не курит. Кстати говоря, вот увлечение такими старыми вещами, это идеальная история, всегда есть что подарить, очень удобно, это правда. Я рассматриваю это скорее как инвестицию, во что инвестируют свои капиталы Дмитрий Билан. 12-е место в Форбсе. Ну, это вранье, у нас написано, что вы по данным Форбса занимаете 12-ю строчку самых богатых людей в России. Я знаю некоторых из этой списка, мне кажется, что вы 13-й или 14-й. Я могу немножко поправить ваши розовые очки, только вы не считаете себя глупыми, вот, это правда, действительно так. Это не страшно. Раскрываю вам, начну историю. В общем, не подтверждаю, не опровергаю эту информацию, но есть такое понятие, как доход, да, который имеет свой расход. И вот та прибыль, которая походится, она не указана. Здесь указан доход, понимаете. И вообще я считаю, что в принципе в нашей стране 6% как индивидуальный предприниматель, который плачу я, это в принципе очень даже божественная история, невероятно приятно. Я с удовольствием плачу эти налоги. А вы по какой степени налоговложения работаете? Это касается самым непосредственным образом, я тут слышу, меня склоняют. И есть, конечно, происходят эти проверки. Я считаю, что это очень здорово, правильно, всех должны проверять, вот. И каждый должен чувствовать ответственность перед тем, чтобы отдавать эти деньги, потому что они не такие уже большие. Я вообще считаю, что, конечно... Подожди, по секунду, не большие деньги или 12-я строчка самой этой идеи в России? Я вам еще раз говорю, могу поправить ваши розовые очки. Это доход, а есть прибыль. Доход вычитает расход, понимаете? У меня очень много людей, которые со мной работают, понимаете? Вот, поэтому я рассказываю, что доход, то есть прибыль моя составляет совершенно другие деньги. Дмитрий, вас не звали преподавать в высшую школу экономики на экономической факультете? Или на школу менеджмента, например? Буду сейчас претендовать на это. Я без шуток. Я вообще хочу сказать, вы знаете, я защищал честь страны не для того, чтобы потом у этой же страны заберять эти проценты, понимаете? Я с большим удовольствием делаю этот вклад в нашу, скажем, налоговую историю. Молодцы те люди, кто проверяет. Я предлагаю на этой даже несколько пафосной ноте сделать паузу и рассказать про жизнь в этой самой стране, честь которую так героически защищал Дмитрий, причем дважды. Но мы расскажем об этом после рекламы. У нас тоже есть свой вклад в развитие нашего канала. Да будет так. Доброе утро, дорогой зритель НТВ Утром. Вот они звезды интернета, понимаете? А сколько у них просмотров и страниц-то в этих поисковых системах? Дима, вы завидуете? Три пятьсот. Мы можем сейчас что-нибудь с вами устроить, и вы попадете туда же. Вообще, там фигура была не из трех пальцев, а из одного, насколько я заявил. Из двух рук, я бы сказал. Потому что из трех пальцев это другой всем известный американский символ. Я вообще не люблю американизмы. Как вы относитесь к засилию западной культуры? Вот вы пришли в этой кепке. Кепка приросла. Вот вы спели с замечательными гвоздями. Я просто не стал задерживаться, потому что я мог опоздать, там, волосы что-то там делать. В общем, одел кепку приросла. Дима, а снимите его. Нормально. Знаете, я вас не прошу снять его. Дайте мне. Виктор, а вас не прошу. Это, знаете, равносильно тому, что я сейчас буду рассказывать, что вы делали до эфира, сидя в гримёрке, например. Сколько не это? Секунду, что-то. Нет, Дима, подождите, вы меня спросите. Поэтому это вот антителезионные штучки, и они должны быть солидарными. Вы говорили об американизмах. Я просто хотел поддержать вещь, которую носили в самом деле. Смотрите, вот так вот сейчас волосы, чтобы они прямо торчали, как одевался. Нет, лучше, сильнее. Да, вот, пожалуйста. Круто. Снимайте кепку. Снимайте кепку. Вот так вот. Да, вот еще по-честному. Даже не простите, я так делать не буду. Я похож на... Дайте хоть примерить-то тогда. Ну, ладно. Ну, дайте я... Ну, смотрите. Ну, все. Вот ради этого вот стоило... Я же тебе часы дорогие попросил. Семчу. Чушь. Витя, Витя, ну, пожалуйста, не будьте Эйнштейном сейчас. Вот. Вот, видите, вы все-таки перешагнули через себя. Молодец. Я похож на Эйнштейна. Прекрасно. Вернемся к американизму. Вот вы замечательной певицей спели в своем новом альбоме. Буэт. Да. Как возникла идея? Как ее зовут? Ее зовут Анастейш, и она, в принципе, неизвестна. Анастейш. Соу-певица американская одна из королевов. Да, у нее такой голос, знаете, она сама себя называет терминатором. Да, Мэнстейш даже. Вот как бы. Голос мужской очень низкий такой, да, оно очень сильное. Но она же белая, да, то есть она белая, но голос какой-то чернокожий. Первое ощущение было всегда, что это поет чернокожая певица, на самом деле она белая, и известна всего лишь 11 лет. Хотя ощущение, что она давно с нами уже шагает по жизни. Как она вас нашла? Или вы ее нашли? Жизнь, это было мероприятие в Казахстане, я просто запел ее песню, она просила мне микрофон, я запел ее голос. Ну, вот этим вот. Вот. И в общем, как бы мы с ней оказались на сцене, вместе начали петь. Потом... Она влюбилась. Идея дуэта. Да, то есть через каких-то там нацать лет, там два года прошло. Ну, в общем, когда рассказывали, что вот Дима хочет там спеть с вами дуэтом, сказали эту историю, она вспомнила, сказала, да, прекрасно, давайте споем. Вот мы и спели. Так просто. Слушайте, а расскажите, вот, мне всегда было интересно, потому что я человек далекий от шоу-бизнеса. Ну, финансовые какие-то, это тоже... Вы платили, вы платили, все-таки она звезда мирового уровня, вы скорее российскую, там, европейскую. Тут актер, который снимается в русском кино, известных режиссеров, они все получают, естественно, деньги, конечно, вы что думали? Естественно, получают. Но другой вопрос, согласятся ли они, они спеть с тем-то или с иным, или с другим человеком, или сняться у того режиссера или у другого, зная, там, талантливую, ну, никакие деньги не помогут. Вот здесь играют все-таки большую роль. То твоя репутация, понимаете? Со мной она согласилась, со многими другими нет. Вот так вот все работает. А да откройте все-таки порядок. Вопрос в количестве денег, понимаете? Ну, порядок какой? Порядок, ну, это коммерческие дела, все. Хорошо, ладно, не будем. Про деньги дадим мне, ну, неважно. Значит... Да, да, про деньги. Мы тут выяснили, что оказывается вино и шампанское, это... Это что, Дима? Испорожнение. Да? Да, микробов, да, насколько я знаю, шампанское. Как они это делают? Потом мы говорили здесь о грибах и о плесени. То есть вы не употребляете, Дмитрий? Что грибы это вообще... Даже на... Органы размножения. Вы употребляете грибы, скажите? Знаете, когда я посмотрел фильм «Плесень», перестал употреблять грибы вообще в различные. Хотя мне, в принципе, нравились. Какие? Какие? Ну, бывает, белые, красные, галлюциногенные. С третьим не знаком. Так, если лучше поверил вам. Ну, слышим. Скажи, если брать алкоголь, Дима Белан выпивает? Про вас сходят разные слухи, я скажу честно. Про вашу дружбу со странами стимуляций. Ну, еще бы 4 миллиона страниц. И все это. Давайте про выпивание. Все это прекрасные новости, связанные со мной. Здорово. Про выпивание. Про выпивание. Вы выглядите неплохо для тридцатника. Старый человек уже, но выглядит на 25. Да, согласен. По день и 16, да. Но со спиртным, ну, приз познаком, да. Познакомился, говорил уже, что он в своем курсе. С женщинами тоже познакомился? Ну, вот. Вы знаете, достаточно давно, хотя в тот период времени, сейчас, да, сейчас люди уже знакомятся в 12, но я вот в 16, где-то почти мне было 17. Что же пьет Дима Белан все-таки, Дима? Ну, вино, да. Ну, и коньячок иногда можно. Особенно, когда у тебя переработка по концертам. Дима, ну, как вы собираетесь, как вы собираетесь? Обязательно чувствовать себя хорошо. Дима, вот вы коньячок, вино, а как вы собираетесь лететь к звездам, как космический турист? Ну, это же миг. О, видите, как вы все обрамляете в такую одну большую новостную бомбочку. На самом деле, говорю, что не злопотребляю, а просто знаком. И, да, делаю, как нормально я абсолютно. Я все про космос, я же все про звезд. Космос особо не комментирую, потому что тоже разрослась такая большая интересная история вокруг этого. Я мечтаю о нем, я давно о нем мечтаю. Я давно подписан на различные каналы BBC, там, Кассини, да, все эти исследовательные станции, не знаю, телескопы. Мне кажется, что вы все-таки любите грибы, вы знаете, и в космос можно быстро. Да, вы видите, я вообще романтик, в принципе, интересующийся музыкой, который, в принципе, всегда думает о чем-то больше, нежели о каких-то насущных и зеленых делах. То есть, если не будет возможности романуть космос? Я люблю читать, да, и мой альбом так же называется. Это вот новый альбом? Конечно. Когда выходит, кстати? О котором я сегодня, конечно, хотел рассказать. Давай, два слова. Который уже вышел, поэтому приобретайте альбом. Или скачивайте на торрентах. Вы знаете, я тут недавно прочитал в журнале Billboard, где принципы скажутся по поводу электронной музыки, которую можно скачать. Он мне относится достаточно негативно, хотя считаю, что, в принципе, это замечательно. Но этот жанр, как говорит он, а ему верить, в принципе, наверное, можно. Музыкант знатный. Что жанр скоро умрет, потому что тактильные ощущения, связанные с тем, что ты берешь музыку и ставишь ее, это гораздо приятнее. Я на самом деле спрашивал не про электронную музыку, а про пиратство и про скачивание музыки через интернет. Так мы, если можно, после рекламы продолжим как раз об этой насущной для любого музыканта проблеме. Реклама на интернете.